Продолжение следует... Так вот, если верите этому сертификату, то одно мое фото попало в каталог, что уже неплохо. Я вошел в топ-70 пейзажных фотографов, которые снимают по ночам, и в топ-35 лучших фотографов, которые снимают с воздуха. Вот это вообще, конечно, фантастика. Участниками третьего этапа стали только 3900 человек, всего участие приняло 117 тысяч человек. Так, ладно, все остальное здесь для справки. Если честно, я думаю, что вообще ничего не займу, потому что слишком поздно загрузил фотографии на конкурс. Насколько мне известно, именно на 35 фотографии лучше заранее загружать, потому что за них постоянно голосуют и им начисляется рейтинг. Но даже несмотря на это, я что-то занял, так что спасибо 35, спасибо членам жюри. Уже на протяжении долгого времени я хочу сделать видео о том, как снимаю свои астропейзажи. Просто в этом деле есть ряд определенных сложностей, которые стоит учитывать. И первая из них заключается в том, что я иду снимать фотографии в первую очередь, а уже потом видео. И при этом мне нужно думать, какие ракурсы я буду вставлять для видеосъемки, что вообще буду говорить на камеру. И это все в темноте происходит, поэтому не очень удобно. Причина номер два заключается в том, что камера, на которой я снимаю влог, не очень приспособлена для съемки в темноте. Блин, она фигово снимает в темноте. Если честно, сейчас на рынке очень мало камер, которые реально могут выдать что-то хорошее при слабом освещении. Ну и ценник у них где-то в космосе, поэтому приходится удовольствоваться тем, что есть. Тогда я подумал, может быть я возьму свою старую фотографию, например, «Млечный путь над горой Кабака Я», и просто расскажу историю этого снимка. О том, как я нашел эту точку, какие я выставлял настройки, как вообще получил эту панораму. Но потом я подумал, да кому вообще будет интересно смотреть историю про фотографию, которая уже снята. И тут моя мысль пошла дальше. А что если, несмотря на все сложности съемки ночного видео, я все же поеду в Крым и сниму фотографию «Млечный путь над горой Кабака Я» и поделюсь всем этим процессом? А? По-моему, очень крутая идея. И нечего тут думать. Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Последний раз в новом свете я был 4 года назад, точнее в заказнике. И такое ощущение, что здесь поработал ландшафтный дизайнер. Появились скамейки, подстрижены деревья. Даже камни, такое ощущение, как лежат там, где и хотели их положить. Миленько! Итак, я дошел до того пятачка, на котором сегодня буду снимать свою панораму. Здесь пока не очень много людей, но на самом деле они ходят туда-сюда, поэтому я отойду куда-нибудь в сторону, чтобы никого не смущать своей камерой. Обычно я прихожу на локацию заранее, и сегодня не стал делать исключения. Однако на точке, которая мне интересна, очень много народу. Я мешаю им, они мешают мне, и я думаю, что это продлится до вечера. Поэтому не стану дожидаться темноты. И сейчас покажу, что же я сегодня принес с собой на съемку. Итак, что у меня сегодня с собой? Это, разумеется, штатив. Для астрофотографии необходим надежный штатив, и этот Enduro CT404 именно такой. Однако он очень увесистый, и на долгих дистанциях с ним не походишь. Но для съемки астрофотографии, лично для меня, это просто идеальный вариант. Оборудование. Моя новая камера Nikon Z6 со старичком-объективом 14-24 и переходником FTZ. Что я могу сказать по поводу этой камеры? Я еще не снимал на нее Млечный Путь, однако то, что я снимал ночью в Норвегии, меня очень удивило. То есть это действительно мощный инструмент для съемки при слабом освещении, особенно если сравнить с моей предыдущей камерой Nikon D800. Это просто небо и земля. Так, далее панорамная голова. Это не самая лучшая панорамная голова, но со своей задачей она справляется, поэтому я ей пользуюсь. А в задачу ее входит вращать камеру вокруг на дальней точке, чтобы избегать эффекта параллакса, который мешает склеить панораму корректно. Также у меня с собой есть пульт. Я сейчас стал реже пользоваться пультом, но все равно на всякий случай ношу его с собой, потому что иногда нужно выставить выдержку чуть больше, чем позволяет камера, и пульт у меня на всякий случай всегда с собой. Так вот, я тут заклеил кое-что малярным скотчем, так что не обращайте внимания, просто ярко очень светится лампочка у этого пульта и сильно раздражает, особенно когда ночью снимаешь, все время кажется, что она как будто бы все вокруг освещает. Это все для дрона. Очки, напитки. Ну что я могу сказать? Дело к вечеру, народ не спешит расходиться, но ничего не поделаешь, будем ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как я вообще в кадре-то выгляжу? Итак, я установил камеру, и совсем скоро приступлю ко съемке панорамы. У меня есть еще немного времени для того, чтобы настроить камеру, это выставить диафрагму, ISO и выдержку, подвести резкость. В принципе, эти настройки у меня уже давным-давно стали стандартными для съемок мельчиного пути в Крыму. Диафрагма 2.8, ISO 5000, и выдержка 20 секунд. Но, кто знает, у меня сегодня новая камера Z6. Это, кстати, беззеркальная камера. И вот, что я для себя отметил, с помощью беззеркальной камеры стало гораздо проще фокусироваться. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что внутри беззеркалок стоит электронный видоискатель, и в нем я могу максимально приблизить любой яркий объект на небе. Например, эта планета вполне сойдет. Не знаю, видно ли ее вам. И приблизив этот объект, я могу просто подвести резкость на нем. Ну что, сделаю несколько пробных снимков. Так, посмотрим, что у меня вышло. Ну, слушайте, мне очень нравится эта фотография. Млечный выглядит четко, ярко, прям так, как нужно. Пожалуй, оставлю эти настройки. А вообще, сегодня очень повезло с погодой, потому что вечером были облака, но сейчас вообще ни одного нет. И я считаю, что это здорово. Ну, не буду терять времени, и буду приступать к съемке панорамы в 360. Ну, вот и все. И все, я снял эту панораму, и на все у меня ушло полтора часа. Дело в том, что я снял сразу две экспозиции, одну для неба, другую для ландшафта. Я не думаю, что я буду использовать ту, что снял для ландшафта, но я уж на всякий случай ее сделал, почему нет. И осталось дело за малым. Приехать домой, собрать эту панораму и обработать ее. Надеюсь, что она получится отличной. Субтитры сделал DimaTorzok И так, фотография готова. И сейчас вы увидели полученный результат. Если честно, мне очень нравится, как получилась эта панорама. Очень хочу верить, что вам она нравится не меньше, чем мне. Но самое главное заключается в том, что я записал весь многочасовой процесс аккуратной и последовательной ретуши от начала и до конца. И это видео будет доступно в качестве курса по обработке, так что если вы хотите ретачить фотографии так же, ну, или подсмотреть какие-то фишки или приемы, то этот курс для вас. Буду очень рад, если вы его приобретете. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну и напоследок хочу сказать, что это не единственное, что я снял в Крыму. И в ближайшее время я постараюсь смонтировать и выпустить еще одно видео. Ну а на этом все. Пока.